Хорошо, Наталья, сейчас включим. Так. Запись пошла. Хорошо. Я приветствую вас на нашем полуторачасовом интернет-семинаре, где мы поговорим о детях и о родителях, и о наших отношениях. Давайте сразу разберемся в формате того, что есть у вас на экране. Значит, те, кто в чате уже разобрались хорошо, слева внизу чат, в самом нижнем углу поля, где вы вводите свой текст, нажимаете Enter. Давайте мы будем чат использовать во время основной части только для технических целей, если кому-то не видно, не слышно и какие-то проблемы. А ответы на вопросы в чате я перенесу на конец нашего сегодняшнего занятия, и вы их сможете задать в конце. Почему не стоит их задавать в середине? Потому что потом чат промотается, будет много разных записей, и ваши вопросы потеряются. Так что, когда я объявлю, что у нас сейчас время ответов на вопросы из чата, вот тогда будете их задавать. Запись включена. Да, Алена, запись будет раз включена, поэтому все в порядке. Хорошо. Сейчас громкостью нормально или у кого-то еще тихо или слишком громко? Давайте мы сейчас с техникой закончим. Тихо! Ну, давайте чуть-чуть я добавлю, потому что иначе будет совсем громко. Так, секунду. Ну, вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Стало чуть громче. Больше не буду добавлять, а то у нас пойдет совсем дошкалево. Ага. Ну, хорошо. Спасибо. Ладно. Хорошо. План нашего сегодняшнего занятия. Я сначала отвечаю на вопросы, которые вы прислали до занятия, те, что поступили за последние два дня. Их на самом деле не так много, поэтому будет время для свежих вопросов. Затем у нас текущие вопросы, которые из чата будут. И подарки для участников сегодняшнего нашего вебинара. Подарки будут интересные. Последний подарок я придумал буквально полчаса назад и включил его сюда. И даже у меня прямо так вот сердце сжималось. А вот можно ли столько всего давить? Ну, я решил, ну ладно, по поводу такого хорошего дня. И этот подарок включат тоже. Поэтому те, кто дождутся сегодня окончания занятия, те получат подарки очень интересные. Если вы будете смотреть сегодня окончание занятия в записи, то посмотрите его до полуночи. Потому что главный и самый интересный подарок, он действует только сегодня до полуночи. Ну, давайте. Значит, ну, если связь будет подводить, вы перезагружайте просто. Если вы вылетаете вдруг из вебинара, не нужно писать техподдержку, я вылетел. Вы просто по ссылочке из письма заходите заново в виртуальную комнату, и все у вас должно сложиться. Главное, чтобы меня связь не подвела, и чтобы я не вылетал. По поводу вопросов. Большинство вопросов, которые к нам пришли за эти дни, они звучат примерно так. У моего ребенка есть такая-то проблема, и что мне с ней делать? И я с этой ситуацией сталкиваюсь постоянно. Все там 20 лет, которые я работаю. Я знаю, что этот подход, он неправильный, он непродуктивный. А нужно действовать немножко по-другому. И мы сейчас с вами разберем, как. Что-то я забыл. Наверное, есть люди, которые меня не знают, и мне нужно подробнее представиться. Я так вот, как со своими уже друзьями общаюсь со всеми. Я Михаил Бородянский, я врач-психотерапевт, я работаю 20 лет уже, я веду тренинги для родителей в том числе, и консультации. У меня есть трое детей. Когда я начинал работать, у меня еще не было ни одного ребенка, и я тоже вел каким-то образом тренинги для родителей. Сейчас много чего изменилось. И меня часто спрашивают, а вот ты так много работаешь и все это знаешь, и у тебя что, нет совсем проблем никаких? Ты не задаешься вопросами, которые есть у обычных родителей? И я отвечаю, что у меня есть, конечно, проблемы, и со всеми тремя детьми есть проблемы, а я просто к ним немножко иначе подхожу. И вот недалее, как сегодня, в 7 часов утра я столкнулся с новой для меня проблемой. Я утром встал рано, в 7 утра, вышел на кухню и обнаружил там, первый раз за свою жизнь, я обнаружил в 7 утра на кухне, никогда не угадайте, что. Я обнаружил там своего сына старшего, который сидел у экрана монитора. Он не ложился с вечера, то есть я его там оставил вчера вечером, когда последний раз его вчера видел. Я его нашел сегодня утром у этого же экрана, и я понял, что это новая эпоха в моей жизни, в жизни нашей семьи, нас с женой. И я посмотрел его в глаза, и я понял, что у меня появилась в жизни проблема, которая есть у многих родителей подростков. Это подросток, который ночью проводит за экраном монитора. И я вспомнил похожую ситуацию, когда ко мне приходил один клиент, он рассказывал про своего сына 16-летнего, что сын проводит ночи за играми в компьютере, и отец не знал вообще, как с этим ребенком быть, жить, работать. Он его и ограничивал, и пресекал эти вещи, и отнимал ноутбук. И мы тогда посидели вместе с этим папой, и я ему сказал, вы знаете что, у меня есть только одна идея, которая, возможно, сработает у вас, потому что все остальное вы уже пробовали. Я вам советую провести следующую ночь за компьютером вместе. На что человек мне сказал, вы с ума сошли? У меня вот сын во все ушел, и я взрослый, занятой человек, он там вот балду пинает и ничего не делает. Я не могу с ним ночь провести. Мы с ним дальше разговаривали, эту ситуацию обсуждали, и папа все ближе подходил к возможности такой идеи, такого развития событий. И потом он сказал, я не могу ночью не спать, я не могу еще чего-то. И потихонечку мы все его вот эти вот не могу разбивали, разрушали, и случилось так, что через несколько дней он провел с сыном ночь за экраном монитора. И когда он пришел в следующий раз на консультацию, он сказал, что, знаете, проблема не решена пока, и я пока не знаю, как ее решать, но я знаю, что у меня теперь есть контакт с сыном. И вот контакт с ребенком, с подростком, с ребенком, который другого возраста, младшего, это очень часто та вещь, которая у нас бывает утеряна, частично утеряна или там полностью утеряна. И иногда с этого нужно начинать. И поэтому когда меня спрашивают про мои проблемы с детьми, и что я делаю, я начинаю всегда с контакта. Я чувствую, у меня есть контакт с ребенком, с этой его проблемой или нет. И если есть контакт, тогда все уже делается легче. Вот, это такой длинный рассказ. Сколько лет моим детям? Значит, 17 вот тому, который теперь ночует на кухне, 11 среднему и год и 8 младшему. Поэтому спектр детских проблем, он для меня как-то знаком тогда в разных этапах. И когда меня спрашивают, да, все мальчики, когда меня спрашивают, что вот ваш курс про детей какого возраста? Я думаю, как может быть мой курс про какой-то возраст? Он целостный, да, дети же не разделяют, что в этом возрасте одни проблемы, в этом возрасте другие проблемы. Проблемы, которые есть у детей, больше того, проблемы, которые есть у вас в жизни, они у вас не появились вот сейчас, там, год или два назад, а они были у вас всегда, они были в вашем детстве, в раннем детстве, в среднем детстве, в подростковом возрасте. Они могли выглядеть совершенно по-другому. Но большинство из этих вещей имели какие-то элементы там. И для меня очень важно, в том числе сегодня в нашем семинаре и на тренинге, который будет у нас в интернете для родителей, вот эту вот связь показывать. И тогда у нас есть контакт и с собой, и с детьми. Это такое вот вступление длинное было. Значит, давайте вернемся к алгоритму, который сейчас на экране. Так, что-то у меня камера куда-то пляшет, расфокусируется вперед-назад. Интересно, ладно, я слежу за этим. Стандартный вариант подхода к проблеме, когда человек, родитель задается вопросом, что делать. Есть проблема и что делать. И я считаю, что вопрос, что делать, это самый последний вопрос. То есть, если вы начинаете решать проблему с вопросом, что делать, вы уже заблудились. Вы уже стоите на неверной дорожке. Никакое решение проблемы не начинается с вопроса, что делать. С чего начинается, давайте посмотрим. Прежде всего, стоит понять, представить себе, запомнить и об этом вспоминать, что не бывает проблем у ребенка. Когда приходит ко мне мама или папа, говорит, у моего ребенка проблема, я всегда внутренне улыбаюсь. Я думаю, ну так, мама решила, значит, посмотреть на это очень со стороны. Проблема всегда в системе. Ребенок очень часто это слабое звено в системе, на котором эта проблема начинает проявляться. Это как вот если представить воздушный шарик, и есть он надутый, и есть у него какое-то вот слабое место, да, тонкая резина. И в этом месте он будет выпирать немножечко, может там шишка такая надуться. Если вы шарик будете сильно надувать, если напряжение увеличится, то именно в этом месте он лопнет и порвется. Так вот, дети наши с их проблемами, это как раз вот то слабое место в системе. А система-то целостная система, она шарик. И я стараюсь на все вещи смотреть, глядя на целостную систему. И не только на слой векторов, разумеется. Но я про это сегодня еще скажу. Дальше. Да, вот это я уже сказал, что делать самый последний вопрос. Первый вопрос, который стоит задать себе, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой у ребенка, это вопрос, о чем это? На что это показывает? Не важно, это какая-то трудность поведения, это какой-то тревожный симптом, это заболевание острое или хроническое. Первый вопрос, о чем это? Он такой сразу отрезвляющий. Он уходит от жесткого намерения что-то сразу сделать, он идет к намерению что-то понять. Хороший еще вопрос на ту же тему, а с чем это может быть связано? Это первый вопрос, который вы задаете. С чем это может быть связано? И когда у вас появляется какой-нибудь ответ на этот вопрос, то у вас есть следующий вопрос, второй. А с чем еще это может быть связано? Потому что мы привыкли видеть одну причину, смотреть на одну причину. И часто даже психологи, а уж врачи-то и подавно, они находят причину. Но врачей вообще так учат, да, я сам врач, меня так учили 12 лет в медицине, что вот есть болезнь, ты нашел ее причину, ты знаешь, как лечить и так далее. Ну вот фигня все это. Нету у болезней одной причины, нету у симптомов и у других проблем одной причины. Причин всегда несколько. И если мы даже одну из них увидели правильно, то очень неверно идти только вот в эту одну сторону и думать, что да, вот теперь я эту причину уберу и все пройдет. Не всегда пройдет. Иногда пройдет, иногда нет, иногда не полностью пройдет. Поэтому давайте учиться смотреть на много разных причин, хотя бы на несколько. И не забывайте задавать вопрос, а с чем еще это может быть связано? Да, ваш ребенок, там вот, не знаю, у него напряжение в школе, у нас сейчас будут такие вопросы. Почему напряжение? Потому что у него вектор там коричневый, анальный. Да, анальники напрягаются внутри, у них есть такое желание совершенства. Ну все, значит, я своего ребенка лечу от анального невроза и части в руки. Это и так, и не так. Да, нужно разбираться с коричневым вектором, но он же все равно проявляется на фоне каких-то условий, какого-то бэкграунда, который есть у ребенка, его личного опыта, семьи и так далее. Поэтому не увлекайтесь одной причиной, а смотрите всегда шире. Ну вот это все по алгоритму. Давайте теперь переходим к вопросам. Мои любимые вопросы про определение векторов Юлии из Коломны. Как определить, какие векторы преобладают ребенке, ведь его не протестируешь? И на что ориентироваться? Сразу про тестирование. Давайте наш стандартный тест будем использовать для детей, которым лет уже 16-17, 18. То есть те, которые уже и не очень-то дети. Для других возрастов этот тест не подходит. Что подходит для детей, ну скажем, лет от трех и старше? Есть такой стандартный тест с фигурками. По-моему, я его рассказывал и показывал на вебинаре на прошлом. Вот такие вот наши 8 фигурок. Ну давайте я коротко повторю. Вы их берете такую картинку, могу прислать ее, разрезаете на 8 частей. И вы показываете, хаотично перемешав эти фигурки, ребенку 8 фигурок. И предлагаете выбрать, которые вам больше всего нравятся. Дети в 3 года это делают прекрасно. В 7 тоже, и в 11 вполне, ну и даже в 12-13 это, в общем-то, работает. Итак, ребенок выбирает какую-то фигурку из этих вот 8, вы говорите, все, ура, и на этом тест закончен. Спустя день или второй, да, слушайте, коричневый квадрат, он что-то здесь разъехался у меня в ширину. Это моя мышечность, наверное. Да, надо будет его оквадратить. Хотя вроде круг круглый, да, смотрите, интересно. Спасибо, что заметили. Затем вы показываете через день оставшиеся 7 фигурок ребенку и говорите, выбери, какая тебе больше всего нравится. И он выбирает следующую. Проходит еще день-два, вы показываете оставшиеся 6 фигурок и вот так вот постепенно. Хочу вас уберечь от того, чтобы вы предлагали детям проранжировать фигурки. Я видел такое, родители говорят ребенку. Вот те 8 фигурок, расставь их в порядке значимости для тебя. Такие вещи делал Виктор Толкачев, когда давал нам этот тест 20 лет назад. Ну вот оно у взрослых работает, но у детей не работает ранжирование. Поэтому просто выбором. И так вот через недельку у вас есть представление о том, ну какие векторы для ребенка более значимы. Насколько этот тест достоверный? Ну так, ну процентов на 75. То есть, ну это больше чем половина однозначно, это на что-то указывает, но это не есть какая-то гарантия. Да, это не анализ крови, который можно провести. Что еще важно в тестировании у детей? Дети же в разном возрасте проходят разные стадии. И у ребенка может быть какая-то яркая стадия, например, красного вектора, уритрального. Когда он себя ведет очень по-уритральному. И вы можете дать такой тест, и ребенок вам выберет, конечно, красный треугольник, скажет, да, вот я это вот хочу. И у вас может появиться такая иллюзия, что ну все, я знаю про моего ребенка, он у меня уритральный. Теперь у меня, значит, ждут большие проблемы в жизни. А проходит месяц или другой, и у ребенка наступает другая стадия развития, и он совсем не такой. И очень сложно сказать по детям, какие векторы в них преобладают, так глядя просто на поведение, на тот же самый тест. И это на самом деле не нужно делать. Вот когда уже он становится, он и она становится подростком лет, не знаю, с 13-14, вот тогда это имеет значение для развития, для профориентации, для понимания каких-то вещей. То есть сказать, да, вот мой ребенок, у него больше векторы вот такие-то и такие-то. До 12 лет это могут быть просто стадии. И ребенок, который ярко прожил уритральную стадию в возрасте, там, не знаю, 6-7 лет, и активно мастурбировал, это не значит, что у него красный вектор будет в жизни самый яркий, и что он у него заложен самый яркий. Это не значит, он просто вот так прошел эту стадию. Поэтому старайтесь до 12 лет смотреть на каждый вектор больше как на стадию развития, а не как на то, что предопределяет всю жизнь ребенка, его какие-то пути. И быть к этим вещам внимательными и поддерживать то, что есть. Есть сейчас проявление такого-то вектора, вы это знаете, вы понимаете, вы понимаете, какие у ребенка есть сейчас проблемы и трудности. Вы знаете, как его в этом векторе поддержать, но это не запись в его какую-нибудь, там, не знаю, медицинскую карточку, как группа крови, да, раз и задано. Во, вы тест сделали, но записали. Мой ребенок мышечник. Все, дальше так и живем. Не работает. Да, у меня 6 векторов более 90. Ну, у меня хорошо работает тест, да, у меня показывает. Для взрослых тест работает нормально, не абсолютно, но нормально. Вот, поэтому на что ориентироваться, все-таки во взгляде на векторы? Ориентироваться на, ну, на все на самом деле, на все проявления ребенка. Что важно не пропустить? Помните, что в стрессе ребенок всегда реагирует по самому непринятому вектору. И это важно. Непринятый вектор нужно определять раньше, чем в 12 лет, потому что из этого вырастают разные симптомы, болезни и так далее. Если ребенок на какую-то ситуацию реагирует такой вот зеленой зрительной истерикой, и этого много и часто, да, у него там зрительная стадия, зрительный вектор, все понятно, но значит, что этот вектор у него не до конца принят. Если у ребенка постоянно на какие-то стрессовые ситуации начинается насморк, или это хронический насморк, да, у него есть обонятельный вектор, но он недостаточно принят. Если ребенок на стресс реагирует по носам, то значит, есть проблемы с принятием из гармонии коричневого вектора анального. И вот эти вещи важно замечать, потому что это как раз те места, где мы можем что-то сделать, и это редкие места, где мы можем реально повлиять на ребенка, что-то в этом месте изменить. Поэтому вот на стресс, на реакцию на стресс смотрите очень внимательно, и это прямой указатель на непринятый вектор ребенка. А в остальном ориентируйтесь на все проявления, которые существуют, на общение, на учебу, на какие-то желания, способности и потребности, которые проявляются. Так, вопросы давайте все-таки на конец оставим. Вера из Петегорска спрашивает почти то же самое, и я уже ответил, и Гульгена из Алматы тоже, да. Тестировать сына 12 лет фигурками, вот этими цветами, пожалуйста, не тестом, разумеется. О, Ирина из Питера спрашивает, можно ли повлиять на вектор ребенка еще в момент беременности? Вообще хороший вопрос, на что можно повлиять в момент беременности? В момент беременности, наверное, мама может повлиять на собственное состояние, и если оно будет гармоничным, то и векторы у ребенка будут развиваться гармонично. Смотрите как, если мы говорим про заложенность вектора, и эта штука генетически по определению, да, генетическая, то есть это гены, они складываются в момент зачатия. Наверное, я предвижу вопрос, кто-то поинтересуется, а можно ли повлиять на вектор ребенка до зачатия? Не знаю, никогда не думал об этом, может как-то и можно, но я про это ничего не знаю. В момент беременности ребенок каким образом развивается? Если у мамы есть какие-то в жизни стрессы, они, разумеется, на здоровье ребенка будут сказываться и что-то там заложится. Но чтобы это было прямо влияние на векторы, не знаю. Да, ребенок с ярким синим вектором, слуховик, он не любит, если мама живет в обстановке какого-то глобального шума. И лучше, если мама в этом месте как-то более экологично себя ведет. Но вы же не знаете, какой у вас ребенок в утробе, поэтому стоит избегать этих напряжений в любом случае. Но, наверное, если коротко отвечать на этот вопрос, то я не знаю, как повлиять на вектор ребенка. И непонятна задача, что хочется их гармонизировать или изменить, или начать что-то реализовывать. Но я скажу так, если вы живете полной и насыщенной жизнью, как мама беременная, то вы способствуете той среде в матке, в которой ребенку комфортно и все его векторы развиваются гармонично. Но, наверное, это вот нехитрый ответ. Непринятый вектор родителями, а потом и ребенком мая. А ребенок просто так вектор не начинает не принимать. Начинается все со значимых взрослых. Это не только родители, это еще и бабушки, дедушки, воспитатели. Сейчас вот мы про бабушек, тут есть вопрос интересный. Мария из Питера. До какого возраста можно позволять красному ребенку мастурбировать? У меня первый ответ был, ну, лет до 80, пока это не истощает организм. Если мы считаем, что мастурбация, независимо от возраста, это реализация красного, уритрального, сексуального потенциала, вполне себе такая вот реализация адекватная жизни и здоровая, то там, ну, получается, сам вопрос немножко странный. Еще может быть вопрос, с какого возраста ребенку можно позволять мастурбировать? То есть, так вы говорите, деточка, вот до 5 лет нельзя руки совать в штанишки. Вот, когда тебе стукнет 5 лет, тогда тебе можно будет есть шоколадное мороженое, чипсы и руки в штаны совать. Я вообще к этой ситуации подхожу иначе. Тут не стоит вопрос позволения. Решите для себя, готовы вы препятствовать развитию ребенка так, как это развитие идет? Или готовы вы в этом месте помогать? Или хотя бы не мешать? Если готовы не мешать или помогать, то главная задача это просто обезопасить ребенка. Если ребенок мастурбирует какими-то предметами, которые могут нанести вред его здоровью, то вы можете мягко предложить ему использовать другие предметы или еще что-то. Самое здоровое отношение, которое может быть у родителям к мастурбации ребенка, это как отношение к тому, что ребенок, ну, не знаю, сидит, которому, ну, сколько это, год-полтора и говорит там, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, вот сколько можно позволять ему это говорить? Ну, пока говорит. Наверное, когда он станет постарше, у него эта болтовня, она как-то оккультурится в слова. Но если ребенок оральный, он будет все равно чего-то все время из себя вот произносить. Также ребенок улитральный, он в любом случае, если у него здорово развивается вектор, он будет свои сексуальные стремления как-то реализовывать, как-то удовлетворять. И если мы поставим в этом месте какой-то предел, что можно с какого-то возраста или можно до какого-то возраста, что ребенку делать, когда уже нельзя или еще нельзя? Куда ему этот потенциал девать? И потенциал этот будет копиться, и он уйдет прежде всего в болезнь, конечно. И забитые улитральные детки, забитые в том числе по своим потребностям анонизма, мастурбации, это детки достаточно болезненные. Это не только улитральная система, это не только почки, это очень большой удар по психике. Поэтому, если ребенок нашел способ реализации этой энергии, которая в нем есть, и большая, если он сам дошел до мастурбации, делает это не калечащим для себя способом, то вы можете сказать, ура, здорово, и над тем расслабиться. Другое дело, когда ребенок это делает, скажем так, неокультуренно, когда он это делает при людях, там, громко, еще как-то. И про это я писал, по-моему, в книжке, что здесь главный подход такой. Вы говорите ребенку ни слова нельзя, а вы говорите слово можно, но. А дальше после но вводите некоторые ограничения. Но когда там никто не видит, когда ты там один, и когда ты там себя не калечишь, и все. И ребенок, услышав это можно вместо нельзя, он готов идти на контакт, и он готов выполнить все ваши ограничения. Вот все, что стоит после но, он готов сделать, если вы сказали можно, это уже мостик для общения. Поэтому вот детки красные, они иногда с трехлетнего возраста мастурбируют, ну как подростки, и в этом нет ничего ни болезненного, ни плохого, просто это нужно соответственно возрасту оккультуривать. Ну я уже сказал как. Екатерина, Москва. Если у ребенка желтые, красные и черные векторы превалируют, и бабушка посадила его на диету, мама работает в Москве, видит его на выходных, может это спровоцировать тошноту и рвоту по утрам? Может, конечно. Полностью обследовали. Диагноз здоров, психосоматические симптомы. Ну пока здоров, но это временное явление. Смотрите как. Желтые и черные векторы, это векторы, которые много едят. Им надо реально много еды. Черному нужно много еды, такой вот энергетически насыщенной. Желтому важно большое разнообразие в продуктах. И, разумеется, если кожная бабушка, прекрасная бабушка, но вот у нее есть свои особенности, она его посадила на диету. Вопрос, почему посадила на диету? Что ребенок пухлый или у него какие-то есть проблемы? И, наверное, бабушка примитивно считает, что если ребенок пухлый будет на диете, он похудеет. Причем без вреда для здоровья. Но бабушка в этом месте ошибается. Поэтому ситуация на самом деле очень хорошая. И ребенок находится в стрессе. И понятно, что у него будет и тошнота, и рвота. Он не принимает тот мир, в котором он живет, ту обстановку, в которой он живет. И я понимаю, что если мама работает в другом месте, и ребенка едет только на выходных, то, наверное, у мамы нет особенно возможности жить по-другому. Мама бы хотела, но у нее не получается. Но если жизнь заставит маму уделять ребенку гораздо больше внимания, в связи с его резко ухудшившим со здоровьем, это будет нехороший вариант. И лучше здесь все-таки самостоятельно ситуацию разрулить. Если получается с бабушкой поставить ее немножечко на место и обозначить, что бабушка при всей ее мудрости, зрелости и так далее, в данном случае выполняет указания мамы, ну там или папы. И, кстати, для многих семей это важная штука, когда начинают бабушки и дедушки, но чаще бабушки с ребенком самовольничать. И та помощь, которую мы получаем от бабушек, она иногда нивелируется тем влиянием, которое бабушки на наши детей оказывают. И самый лучший способ это здесь четко расставить понятие приоритета, кто есть кто. Абсолютно с уважением к старшему поколению я говорю моей маме, бабушке, моих детей, что значит вот здесь, здесь и здесь мы делаем вот так-то. И это точка, это рубеж, то есть здесь нет обсуждений каких-то. Мама, спасибо, я абсолютно верю твоему опыту, и ты меня вырастил вот таким вот классным, какой я есть, и это очень здорово, и тебе за это спасибо. Но у моих детей я буду растить так, как я считаю нужным, так как ты растил меня, как ты считал нужным. Поэтому это, 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 пожалуйста, делай по-другому. Если нет шанса бабушку в этом месте поправить, то тогда это изменение образа жизни мамы. Иначе с ребенком будет вообще все трудно и плохо. Потому что, ну вот я из этого вопроса вижу, что там уже такая проблема, она, ну, серьезно, глубоко пошла. И точно уж не надо ребенка водить по врачам. Ну, к психологу еще хорошего можно сводить, если найдете. Но вот врачи вам в этом месте только усугубят, потому что, ну, врач, он же цепляется за симптомы, да, для него это как вот мед для, не знаю, для Винни-Пуха, да. Видите, о, ну, конечно, есть симптомы, болезнь, я буду лечить, и понятно, ну, у него работа такая, у него задачи такие. Они у меня другие. Если в семье грубый, но любящий коричневый папа, неправильно ведет себя по отношению к зеленой девочке. Пугает, грубит, кричит, толкает и т.п. Как научить ее с этим взаимодействовать наиболее экологично для нее? Папа меняться не хочет. Ну, вот здесь хочется посмотреть на систему, да, не только на ребенка. Есть некая система, есть папа, мама и ребенок. И получается, что мама не может никак ситуацию изменить, повлиять на папу. Хочет ребенка от папы защитить. С одной стороны, желание очень экологичное и правильное. Да, ну, хотя бы мама должна девочку, бедную зрительную, от папы защитить. С другой стороны, здесь очень важно не перейти грань, чтобы не перекрыть энергию, которая идет от папы к девочке. И защитив девочку от папы, можно лишить ее каких-то важных вещей, того не подозревая абсолютно. Это непростой вопрос, на самом деле. Мы на трейдинге такие вещи очень поэтапно решаем, разными путями. Но сейчас, чтобы было хотя бы понятно направление, куда двигаться. Прежде всего, вы работаете, не работаете, да, общаетесь, что-то делаете с папой. Значит, папа меняться не хочет. Сегодня не хочет, завтра не хочет, после завтра не хочет. Вы продолжаете в этом месте что-то делать. Я потом расскажу, что делать. Много есть разных вариантов, как можно дать папе, любящему коричневому, немножечко другое понимание. Коричневые люди, они устойчивы в своих убеждениях, но в отличие от черных, их можно сдвинуть. И если правильно, по чуть-чуть этого папы в его представлении о жизни сдвигать, то он через месяц, через два сдвинется. И этот способ самый продуктивный. Он вот самый важный и интересный. Дальше. Ну вот здесь не написано про возраст зеленой девочки, потому что в разном возрасте есть разные варианты взаимодействия. А, вот, ага, вижу, 5 лет. В 5 лет вы не научите ребенка экологично взаимодействовать в этом месте. Вы можете только обозначать, что папа тебя любит. Вот. Так вот он иногда себя ведет. За этим все равно стоит то, что он тебя любит. Потому что для ребенка Травматичные проявления. Это, конечно, очень неприятно, когда, да, там папа пугает, грубит, толкает и так далее. Но ребенок за этим пытается увидеть что-то. И ребенок за этим видит две вещи. Может видеть. Папа не любит раз. И мне рядом с папой небезопасно два. И помимо вот этой вот работы с папой, то, что может сделать мама, это все равно как-то давать ребенку и показывать на те моменты, которые, несомненно, в жизни есть, когда папа любит. Показывать на те моменты, когда папа может быть защитой. Любая ситуация, где папа чего-то там по жизни разрулил, и мама может показать девочке, что вот смотри, да, папа там защищает, это вот делает, да, мы под защитой, мы безопасно. И папа тебя любит тоже из каких-то моментов. И тогда у ребенка уже в этом возрасте появляется такое вот ощущение мира. Да, мир в этом месте, он тяжелый, трудный, и при этом я понимаю, что папа, вот какой бы ни был, он все равно меня любит и защитит. Это все, что можешь делать в пять лет. Ну почти все, да. А так это работа с мужчиной, с папой по информированию. И такая постепенная работа по, не то что переубеждению анального вектора, но по смещению его на другую точку зрения, на другую позицию. И это работает. Коричневым можно смещать через показывание ему определенных моментов. Ну вот пока так, если коротко. Татьяна Челябинская. Дочь 10 лет самого раннего возраста просто не в состоянии дать отпор другим детям, даже для спасения своей жизни. Боится одеть другого и физически, и психологически. Боится обидеть. Как научить ей минимальной здоровой агрессии? А давайте сейчас вот мы как раз и посмотрим на разные слои, которые могут за этой штукой стоять. Значит, прежде всего, это может быть вектор, да. Уж коли мы про вектора начинаем говорить. Это может быть зеленый вектор зрительный, который в принципе не готов дать отпор. Боится обидеть, боится задеть. Я вам сейчас выведу сюда на экранчик нашу схему слоистую, и мы так по этому вопросу и пройдемся. Вот она. Значит, ребенок... Сейчас указочку найду. Вот она, генетика вектор. Да, я сейчас про этот слой говорю. Благодаря зрительному вектору ребенок боится кого-то задеть, и, ну, это данность, это вектор такой, и это качество будет у этого человека всегда. Что можно сделать в этом месте? Дисгармоничный и нереализованный зеленый вектор в ребенке будет бояться задеть других еще больше. Это качество будет зашкаливать. Ребенок, который уж совсем беззащитный по зрительному вектору, это не просто яркий зрительный вектор, это не очень принятый зрительный вектор. Поэтому первый вопрос – это принятие вектора. Второе. У того же самого ребенка есть другие векторы, помимо зрительного, наверняка. И те, которые могут за себя больше постоять. И можно подумать, а почему они не развиты, почему они не включаются в этой ситуации. Потому что мы же в ситуации какой-то стрессовой, когда там ребенок нападает, он включает некий свой вектор. И если у него включается этот вот зашкаливающий зеленый, то вопрос в том, что и зеленый дисгармоничен, и какие-то другие неразвитые. Может быть, можно подтянуть другие векторы, посмотреть, что эта самая девочка зрительная, она еще иногда ведет себя как мышечная, иногда как кожная. Иногда. Вы можете эти векторы тоже поддержать как-то, и тогда реакция ребенка будет другой. Как поддерживать, тоже уже подробнее будет потом. Дальше по слоям пошли. С той же самой ситуацией, горе ребенок не может дать отпор. Например, личная история события раннего детства, или там не раннего детства, какого-то еще. Бывает так, что ребенок дал кому-то отпор. Ну, даже моя личная история. Там ко мне в школе приставали какие-то мальчики, и папа мне сказал, тебе нужно, значит, дать вот в глаз. Сказал, как, но он мне не сказал, что нужно в глаз дать так, чтобы точно знать, что вот ты его сразил. Я на какую-то очередную нападку дал в глаз, то ли я мимо попал в глаза, то ли как-то неудачно, но попал я не в глаз, и получил обратно себе в глаз так, что потом вот с глазом ходил. И после этого я уже приобрел, ну, да, в этой ситуации некий опыт, что опасненько так реагировать, и нужно это делать как-то по-другому. Я уже раз ехал на какие-то обонятельные способы разрешения конфликтов и прочее. Мне было там лет тоже 10. Поэтому, возможно, есть какой-то у ребенка опыт, когда другая реакция не сработала, или другая реакция стала, ну, вот, да, неправильной, травматичной. И с этим опытом можно хотя бы этот опыт осознать, вот оно причина. Ребенок внутри его держит, и в очередной ситуации вспоминает, да, вот я здесь себя повел по-другому, не сработало. Вот так лучше буду делать, как сейчас. Дальше. Здесь вот еще нет слоя про родителей. Возможно, у родителей тоже нету какого-то наработанного, правильного способа реагировать на агрессию окружающего мира. Возможно, эта девочка смотрит на маму или смотрит на папу в разных сложных ситуациях, в каких-то конфликтах, начиная от домашних и продолжая там транспортом, госучреждениями и еще где-то на улице, и не видит продуктивных, во-первых, а во-вторых, для нее приемлемых способов реагирования на это. Просто примера нету, опыта нету. В телевизоре его тоже нету. И откуда ей взять это, да, некий вариант отпора. И тогда тоже есть страх, что вот я не могу реагировать, боюсь обидеть. Поэтому смотрим на то, есть ли чего у ребенка получится. Следующий слой. Это системные вещи, какие-то родовые, это есть на вебинаре скрытые связи, если его вы смотрели, у нас есть в доступе, и это тоже будет на тренинге много. Это некие трудности, тяжести, шаблоны поведения, которые ребенок, можно так сказать, унаследовал даже не от своих родителей, а из опыта своих прародителей, бабушек, дедушек, еще чего-то. Это может быть какой-то страх глубинный, который сидит, и с которым ребенок уже, условно говоря, родился. Он уже родился с готовностью в определенных ситуациях свалиться в эмоцию страха. На самом деле, у нас с вами очень много эмоций, которые нам не принадлежат, которые не связаны с нашей жизненной историей. И, наверное, вы когда-то замечали, что бывают ситуации, когда вы на какого-то человека или на какую-то ситуацию реагируете неадекватно. Проходит там несколько часов или день, вы думаете, а что я так здесь реагировал? А вроде, ну, ничего такого не было. Это так называемые перенятые чувства. Это не наши чувства. Это чувства чьи-то, которые мы, бывает, несем. Сейчас подробно про это нет времени говорить, но это тоже слой, на который важно посмотреть. И посмотреть, вот нет ли этого страха обидеть идущего из этого слоя. Поэтому, вот, в каждом из этих слоев есть что поделать. И задаваться вопросом, как научить им минимальной здоровой агрессии, нужно из понимания того, а в каком слое лежат основные проблемы. И тогда будет ясно, что делать. Если это векторы, то это поддержка других векторов. Если это опыт, то, значит, вот надо понять, как можно ребенку дать другой опыт. Или хотя бы как обращать внимание ребенка на то, как родители реагируют в какой-то ситуации. Можно про это рассказывать. Мама рассказывает. Я вот сегодня была там-то, там-то, вот на меня наехали, и что-то еще было такое, а я вот сделала то-то и то-то. И тогда у девочки накапливается информация о том, как эти проблемы решает мама или папа. Но лучше мама, потому что мама для девочки, как бы по тому же полупример. И постепенно она понимает, да, вот бывает так, бывает так, и этому научается. Вот если практически что можно сделать. Натали, Санкт-Петербург. Сын постоянно сдерживает эмоции, терпит и все больше уходит в себя от нападков папы. И сколько я учил, и постоять за себя не может. Я вижу, что он растет неуверенный в себе, в поступках, что делать. На самом деле, очень похожий вопрос, да. Если папа ребенка прессует, то у мамы мало шансов ребенка спасать от папы. Есть такая вещь, что дорогу к папе для ребенка прокладывает мама. И эту дорогу перекрывает. В этом много правды. Мама, как бы, пускает ребенка к отцу, пускает энергию от отца к ребенку. И мама может, часто невольно, эту энергию перекрыть. И это совсем не то, что ребенку нужно. Не перекрывая эту энергию, защитить его от нападков папы очень сложно. И то, что ребенок растет неуверенный в себе, это, опять же, проявление проблемы, существующей в системе. И здесь, опять же, работа с папой. от мягкой до какой-то более серьезной. И тут надо смотреть, что это за нападки папы, с чем они связаны. Папа сам неуверенный в себе. И он, таким образом, эта неуверенность переносит на ребенка. У папы непринятый, забитый свой уритральный вектор. Ему не хватает статуса значимости. И поэтому он не может общаться с ребенком уритральным. Ему нужно ребенку загнать тоже в уритральный невроз. И тогда у него будет канал для общения. Я про это тоже говорил на вводном мебинаре. Мама не может научить ребенка постоять за себя, если в системе рядом присутствует папа. Это не абсолютно то, что я сейчас говорю, но это чаще всего так. Если папы нет в системе мама-одиночка, то тогда на нее и эта функция тоже ложится. Но если мама учит его постоять за себя, то получается, что она в этом месте встает на роль папы. тогда какая роль у папы? Здесь может быть перевернутый вопрос. Может быть вообще в этой семье как-то перепутались роли и функции и не все стоят на своих местах. Вот так. Я сейчас на него коротко не отвечу. Тогда это много чего надо понять, материала какого-то. Вот так. Может вас немножко сориентировал Натали, но это не вопрос, что мне сделать с ребенком, чтобы он стал устойчивым в отношении папы. Ну и опять же от возраста зависит. Когда ребенок уже 14-15-16 лет, вот тогда уже у него может больше устойчивости вырабатываться. У подростка некая защита от папы, который не меняется. До этого возраста тут совсем другой подход должен быть. Мама может много чего сделать, но ей нужно изначально из другой позиции на это посмотреть. Посмотреть на границы, которые есть в семье, посмотреть на места и роли членов семьи, посмотреть во многом на свои отношения с папой с другой стороны. Мы будем этим заниматься на тренинге. У нас даже будут упражнения вот про эти отношения, про эти роли, там потрясающее открытие. И из этого появится ответ на вопрос, что делать. Дальше. Ой, я вижу, у нас прибавилось участников, 36 человек. Для тех, кто у нас не сначала я пару слов скажу о том, что мы с вами сейчас разбираем вопросы, которые пришли до вебинара, потом у нас кусочек с вопросами, которые будут в чате, а затем у нас под конец самые главные подарки. Подарки пропускать не советую, подарки очень интересные. Поэтому вновь присоединившиеся, давайте будем с нами до конца. хорошо. Татьяна из Питера. Ребенок два года очень не любит мыться, особенно мыть голову. Сила крика дочери при мытье достигает высочайших частот. У меня прямо картинка появилась такая страшная, как ребенок визжит, а насильно моет ребенку голову. Как справиться с этой проблемой? Первый ответ, не знаю, как справиться с этой проблемой, я не понимаю в чем проблема. Ребенку когда-то попал шампунь в глаза или что-то еще, например. И поэтому есть рефлекс такой. У ребенка невроз красного вектора, и вместо любви к воде есть отторжение воды, и вообще да, не хочу воды. Для ребенка это нарушение личностных границ, например, даже в два года. может быть ребенок с ярким кожным вектором и ребенку неприятно когда его моют. Может ему не нравится температура. Тут много-много очень разных факторов, а может ребенок так просто привлекает внимание, или так манипулирует, или еще что-то. Тут надо спрашивать себя, ну о чем это? До того, как спрашивать себя, как справиться, о чем это? Что ребенку плохо, на какие еще ситуации ребенок реагирует так же? Что в этом процессе мытья есть травматичное? А если убрать шампунь, а если убрать еще какой-то фактор, любит ребенок где-то купаться, плавать, но соотнести это про воду, или это про сам процесс, или это про мытье, или это про что? Напишите себе список вопросов, которые можно задать, чтобы здесь сориентироваться, и когда вы ответы получите, у вас и появится ответ на вопрос, как справиться, потому что пока это преждевременный вопрос, пока вопрос, как понять, о чем это, с этой стороны двигайтесь. Майя, Тюмень, как и чем можно смотивировать оранжево-желтого ребенка на учебу, желательно не деньгами, и какой лучший способ восприятия информации для оральника, пока мне приходится пересказывать ему учебники, потому что письменный текст он запоминает плохо. Значит, как мотивировать оранжевого на учебу? Давайте все-таки разделим, по векторам. Про оранжевый вектор, чтобы нам было понятнее. Не обязательно деньгами, оранжевый ребенок, он хорошо мотивируется тем, что должно и правильно, он хорошо мотивируется логичными вещами, что ты вот учишься так вот сейчас, например, хорошо, и потом у тебя будет в жизни то-то, то-то, но то, что для ребенка ценно. И наоборот, логическая цепочка, что если ты учишься плохо, то получается из-за этого результат такой, такой, такой. Оранжевые детки потрясающе на этот способ идут, они у себя эту цепочку простраивают, ее у себя в голове держат и знают, когда это нужно. И орального, то есть кожного ребенка, я про кожного говорю, про оранжевый, извините, оранжевого ребенка кожного можно таким образом переключать на продуктивную деятельность очень часто. С желтым соральником это не работает, конечно, ему нужно удовольствие, расслабление. И для оральника лучше создать условия, где ему будет учиться легко, больше даже его расслабить, показать, что есть какие-то варианты учебы, которые ему даются не с большого напряжения. Я вижу вопрос про запись, но вот у меня запись не прерывается и связь. Будет запись, обязательно, будет запись и будет буквально через час после окончания вебинара и советую посмотреть записи сегодня до полуночи, потому что там подарки, запись сразу выложим. Вот. Способ восприятия информации для оральника это проговаривание, когда он сам проговаривает то, что учит, даже математику, если он проговаривает, там 2, 3, 4, складывает, умножает, уже легче ложиться. Иногда оральнику легче дается учеба в какой-то свободной обстановке, когда он может что-нибудь там сходить, попить, поесть, ему сложно быть долго включенным в какой-то такой вот процесс детальный, муторный, напряженный. В этом месте меньше ребенка прессовать, больше свободы в движениях тела, еще чего-то ну вот так, да, прожелтого. Вы не смутируете его ни деньгами оральника, ни какими металлическими цепочками. В общении хорошо. Пересказывать ему учебники не нужно, но если он письменный текст читает и читает его вслух, то хорошо. Если вы на эту тему общаетесь, читать учебник это полдела, но еще можно что-то проговорить, обсудить из того, что было в учебнике, тогда немножко якоря у него расставляется в памяти, и он потом эти вещи воспроизводит уже нормально, когда это нужно. Но вот так я набросал. Евгения, Самара. Как взаимодействовать с красным ребенком, если она хочет, чтобы все было по ее всегда? Не справляюсь с ней ни я, ни бабушка, и учителя в школе тоже говорят, что она невозможная. Уходит когда и куда хочет, и делает все, что хочет. Девочки, 7 лет, это первый класс. Я сама красная, а муж не пойму пока какой. смотрите здесь, что главное. У ребенка красного есть вот этот вот потенциал свободы. Мы это много разбираем на тренинге, но сейчас вот тезисы, чтобы вы что-то могли уже сделать буквально там сегодня. есть потенциал, потребность в свободе, в безбашенности, в неорганизованности даже. Потенциал что-то сделать такого, не привязанного к конкретным вещам. Надо найти сферу, где этот потенциал может реализовываться даже в 7 лет. Это может быть не знаю, какое-то хобби, какая-то сфера деятельности, какая-то игра, какой-то час, проведенный с родителями, особенно если мама красная эти вещи понимает, когда вот, когда у ребенка свобода, когда делает все, что хочет. Причем этот час должен реализовывать данную потребность на 101%, то есть это должно быть много. И тогда эта потребность реализуется там и уже в школе и в других сферах не будет такой потребности быть сверхсвободной, нарушать какие-то другие рамки, стереотипы. Здесь идет разделение по сферам. Мы должны найти сферу, где оккультурено вот это проявление свободы или уритрального риска, той же самой уритральной неаккуратности, где можно будет реализовать. Ребенок, который неаккуратен по уритральному во всем, найдите ему сферу, где он может быть нарочито неаккуратным, в игровой форме еще что-то, и чтобы там эта потребность реализовывалась. И тогда в остальных местах он будет намного более аккуратный. Так работает система, проверено годами, десятилетиями. Дальше. Если мама красная, то интересный вопрос взаимодействия мамы с дочкой. Как может ребенок красный рядом с красной мамой проявить себя тоже в этом красном статусе? Власти мало, принятие решений каких-то минимальное, зона ответственности 7 лет минимальная. Но что вообще уритральный ребенок может сделать такого, чтобы показать, что уритральный? Да вот так вот, то, что здесь написано. уходить, когда куда хочет, делать все, что хочет. То есть ребенок в мир заявляет я свободный. Почему заявляет? Потому что не чувствует, что окружающие признают за ним эту свободу, за ним эту там вот власть. Попробуйте дать ощущение свободы другим способом. Уритральнику важно быть ощущение свободы, а не реализация ее. поэтому тогда оно как-то сработает, тогда ситуация изменится. Ну и хорошо понять, какой муж, потому что если папа тоже уритральник, там тогда идет очень интересное взаимодействие. Мы на тренинге очень подробно разбираем взаимодействие вектора с каждым вектором родителя. Вектор ребенка и вектор родителя. Я сегодня про это скажу. Хорошо, дальше. у нас еще вопросов много. Давайте мы вот что сейчас делаем. Мы сейчас делаем маленький перерыв на чай-кофе, потому что мы уже час занимаемся, я чувствую, что у нас еще вопросов на полчаса, еще на полчаса там чего-то другого. Поэтому сейчас я загружу картинку чая и мы делаем перерыв на 5 минут здесь. Где была картинка с чаем? В общем, вы уже можете идти пить чай 5 минут, а я пока картинку гружу. Я ничего ценного в ближайшие 5 минут не скажу. Хорошо, так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Возвращаемся, как у нас со связью. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Слышно, видно? Я чего-то стал покрупнее. Ага, спасибо. Хорошо. Давайте дальше по вопросам. Екатерина, Москва. Как эффективнее принимать качество в ребенке, противоположное его полу, чтобы они развивались в конструктивном русле? Например, мальчик часто плачет, девочка часто дерется. Ну вот это такое классическое противоречие в нашей культуре. Это именно в нашей культуре, это не везде так, когда у нас не принимается в мальчиках и в мужчинах зеленый вектор зрительный, социумом не принимается, а в девочках не принимается и в женщинах мышечный вектор, черный. И наш социум считает таких людей какими-то неправильными и все время в этом месте, ну, у нас стандартные фразы. Мужчины не плачут, да, мальчики не плачут, ты же мужчина. И девочки говорят, что ну ты же девочка, ты же женщина, ты должна там порхать как бабочка, а ты его на шкафы сметаешь. И это задачка прежде всего родителей внутри себя принять, что вот этот вектор у ребенка есть, принять этот вектор сполна. Да, девочка вот с яркой мышечностью, она будет себя проявлять как мышечница, она будет ронять стулья, столы и так далее. И самое главное, что когда вы этот вектор принимаете в ребенке, ну, допустим, мышечный вектор у девочки, то девочка начинает себе этот вектор принимать. И даже когда ей кто-то в это место тычет, да, что ты как там, как мальчик, она на это перестает реагировать, перестает обижаться, ее это не задевает. И ее мышечность, она потом сглаживается, она реализуется и она уже так ярко не проявляется. То же самое плаксивые зрительные мальчики. Если родители и там бабушки, дедушки принимают ребенка этот зрительный вектор, понимают, что это особенный мальчик, он нежный, он там такой чувствительный, это его неотъемлемая часть. Если они ребенку это передает отношение, что да, это часть тебя, ты такой вот эмоциональный, то у ребенка появляется больший контакт со своим зрительным вектором и зашкаливающие, и вот эти вот непродуктивные качества, они сглаживаются или проходят вовсе. Когда вы принимаете, когда вы позволяете ребенку эти вещи, там, мальчику выражать зрительные, ну вот пусть плачет, да, так вы смотрите на это, что да, такой у него выход эмоций. То это качество не увеличивается, наоборот, оно сглаживается, уменьшается. Это один из главных постулатов вот системы векторной, как это я всю жизнь преподаю, делаю, да, и как это работает. Что давая проявиться, пусть даже не продуктивному качеству, давая ему место, давая ему возможность реализоваться, вы на самом деле его уменьшаете. Это вот такая интересная штука в системе. Как помочь ребенку избавиться или уменьшить позицию жертвы, приведущих вектор к зрительной и кожной? Немножко это перекликает с вопросом про ребенка, который себя там в обиду дает. Здесь просто. В слое векторов это принятие данных векторов, то есть это гармонизация зрительности и кожности, это избыток удовольствия по тому и по тому вектору, который может дать ребенку. Но с другой стороны, не пытайтесь позицию жертвы вот так вот однозначно привязать комбинации зеленый плюс оранжевый, зрительный плюс кожный. Тут может быть очень разное. Может быть, эта энергия жертвы есть у кого-то из родителей, ребенок ее наследует. Может быть, так проявляют себя родители, ребенок за ними повторяет. Может быть, наоборот, у родителей эта энергия есть, но они ее не проявляют. Тогда кто ее будет проявлять? Ребенок ее будет проявлять. Тут надо предиагностировать, вот эта вот позиция жертвы, она векторно привязана, она как-то связана с родителями или это еще что-то. И тогда вот уже отвечать на вопрос, как. Ну, у нас, кстати, диагностика, проблема вот этих вот всех детских, она будет в упражнениях на тренинге, я потом про это расскажу подробнее немножечко. Как мы можем предиагностировать, что с чем связано и в поведении, и в здоровье особенно. Елена из Питера. А если ребенок слишком ответственный, уроки делает раньше, чем обедает, все стремится сделать, успеть, расстраивать в случае неудачи, как снизить тревожность, как урегулировать, гармонизировать его спокойствие и ответственность. Смотрите как. Если мы говорим про коричневый вектор, про анальный, то действительно вот эта вот гиперответственность, надо все успеть. И там действительно такая вот, да, у коричневых деток внутренняя тревожность от того, что он что-то делает несовершенно. Здесь что? Здесь тревожность связана с тем, что ребенку кажется, что если что-то он не доделает до конца, или сделает не вовремя, или сделает не так, что случится что-то ужасное. Он не всегда знает что, и даже часто не догадывается что. Что могут сделать родители? На собственных примерах показывать ребенку, что несовершенство, недоделывание, иногда что-то еще, оно не приводит к ужасным последствиям. Это касается каких-то совместных процессов. Ну вот там, не знаю, вы куда-то вместе едете, что-то вы, не знаю, забыли дома. Бывает, ребенок переживает больше, чем родители, что как вот мы ее там забыли. Он говорит, ну вот там мы забыли, решим эту проблему так-то. И вы ее решаете, и потом, самое главное, потом, вот для анального ребенка, который живет не сейчас, а он живет во вчерашнем дне, это важно обсудить спустя, а не в ситуации. В ситуации он настолько напряженный, что что вы ему не говорите, он не слышит вас. Он, для него эта ситуация станет доступной к перевариванию завтра или послезавтра, или спустя три дня. И вот тогда вы к ней возвращаетесь назад, в комфортном для ребенка варианте, и говорите, Васечка, вот помнишь три дня назад мы забыли дома загрампаспорт и приехали в аэропорт. И вот, да, а все равно мы с тобой на Канарах-то отдыхаем, вот значит, ну, как вы это сделали, уже не важно. И ребенок понимает, ага, мама забывает, папа забывает, что делать несовершенно, все равно все происходит хорошо. То есть, вы обозначаете, вот несовершенство, вот проблема, проблема решилась, так или иначе, ничего страшного не случилось. Раз, два, три, и у ребенка появляется ощущение, что ага, ну и на самом деле, если я что-то не доделаю, то найдутся варианты, как это решить. А дальше только ваша поддержка. Вы поддержали ребенка в этом и помогли ему решить, когда он где-то вот что-то там, да, пропустил, нафигачил, накосячил. Очень хорошо работает штука, я со многими клиентами, с анальными детками вот это вот дело работал. Дальше. Мария, Санкт-Петербург. Является ли признаком черного вектора повышенный гемоглобин? Я думаю, что нет. Повышенный гемоглобин немножечко от других вещей зависит. Сейчас не полезу в медицину, чтобы это подробно разъяснять. Но это не является признаком черного вектора. Так вот, напрямую, да, признак других неких процессов в организме. Является ли признаком черного вектора выраженное спортивное строение тела? Да. Мышцы выглядят так, будто бы человек каждый день ходит в тренажерный зал? Да. На самом деле спорта немного в жизни, а мышцы все равно выглядят накаченными. Это правда мышечный вектор черный. Это проблема мышечных женщин, которые хотят выглядеть грациозными, такими вот, да, воздушными. Они два раза подняли тяжелый чемодан и смотрят, через два дня у них уже такой рельеф пошел, который им совсем не нравится. И женщинам с черным вектором нужно быть осторожными в этой физической нагрузке, потому что мышцы готовы увеличиться мгновенно, очень быстро. Вот какой-нибудь хелятик без мышечности ходит в спортзал, но он там может три раза что-то толкнуть, но ничего не происходит, у него мышцы не увеличиваются. А мышечная женщина, она от минимальной физической нагрузки уже получает формы тела, которые ее сводят к этой картинке. Поэтому да, это яркий признак мышечного вектора. Беспокойный ребенок, Мария с Питером, это оранжевый или фиолетовый? Это точно не оранжевый, в всяком случае не есть гармоничный оранжевый. Кожник, он же человек часы, у него все процессы-то биохимически равновешенные. Если он только не в жутком стрессе находится, вот тогда его разносят, но он тогда беспокойный, с кожными болезнями и прочее. Беспокойный может быть фиолетовый, да, может быть. Беспокойный может быть зеленый зрительник, может быть красный уритральный, беспокойный, но так немножко по-разному. Вот, но не кожник. Может ли ребенок с таким качеством быть гармоничным? Ну, я сейчас не привязываюсь к векторам, беспокойство это не есть гармония, независимо от вектора. И даже фиолетового. Поэтому, если ребенок беспокойный, даже если взрослый беспокойный, потому что если ребенок беспокойный, то вот это не по гармонию. С этим надо думать, чего делать и с этим что-то надо делать, искать варианты понимания чего-то. Ольга, Ханты-Мансиск. Моему внуку 16 лет, сирота. Умудряется влезть в разные ситуации с плохим концом. Прогуливает в школу, много гуляет. В знак протеста не ночует дома, а подборовывает меня и тратит на друзей. Какие вектора у трудных подростков, как найти с ними общий язык? Смотрите, Ольга. Значит, давайте сейчас хотя бы на два слоя посмотрим. Вот, ну, понятно, да, есть слой векторный, где уритральность, да, прогуливают в школу, влезают в разные ситуации. Ну, вот я читаю это описание про уритральный вектор, ночует дома, подборовывает и прочее. Но не каждый же уритральник такой. И здесь я бы смотрел на другой слой, на место в системе, которое у этого ребенка есть. И здесь самое главное слово, что ребенок сирота, да. То есть, у него, ну, я вижу вот из этой ситуации, да, непростроенные отношения в системе. У него, возможно, даже внутри нет ощущения, что он вписан в какую-то систему. Дети, у которых нет родителей, которых воспитывают, там, бабушки, дедушки, тети и так далее, какие-то приемные родители. Им очень важно, чтобы они в системе чувствовали своих родных родителей, возможно, уже ушедших в другой мир. Как их ставить в систему, есть на вебинаре «Скрытые связи» и будут у нас на тренинге, который начинается во вторник. Здесь самое главное понять, что этот ребенок, не чувствующий своей родительской системы, родовой системы, он ищет другую систему, в которую ему хочется вписаться. Поэтому то, что он подворовывает, тратит на друзей, это его способ выживания на самом деле. Ему нужно себя ощутить частью какой-то системы, хотя бы системы друзей. И если ребенку дать эти ощущения родителей, да, как есть такое выражение, поставить ему за спину его родителей, чтобы он их чувствовал, это может сделать в какой-то мере бабушка. То есть это вам доступно. По большей части доступно это вам самой. Может быть, вам нужна будет какая-то там в этом месте поддержка, но это уже там по меньшей части. Есть для этого способы. Если поставить ребенка за спину его родителей, если его вписать в систему, чтобы он чувствовал, что он в системе, и не важно, кто в этой системе, жив или не жив, да, все равно это все люди, которые с ним связаны, и он с ними. Тогда он себя будет чувствовать намного стабильнее. У него не пропадет уритральный вектор, и он как-то будет проявляться. Но уритральный вектор, у ребенка, не стоящего плотно, не стоящего на своем месте в системе, проявляется очень вычурно, очень тяжело, и еще намного круче. У вас еще вариант хороший, я вот тут не вижу, да, ни наркотики, ни криминал, ни так далее. А это бывает у красных подростков, которые по какой-то причине выпали из своей семейной системы. То ли в связи с отсутствием родителей, то ли еще почему-то, да, разные бывают вещи. Поэтому вот здесь про вписывание в систему, и мы этим будем заниматься тоже на тренинге. Давайте опять же, значит, что происходит с ребенком. Понятно, что современная виртуальная реальность, она такая очень манящая сила, такой хороший магнит. Но какие-то дети в него уходят, а какие-то не уходят. И я все равно считаю, что ребенок уходит в компьютер от чего-то, от какой-то тяжести, от какой-то проблемы. Иногда от того, что он не очень верит в возможность реализоваться в реальном мире. Он не чувствует, что он может быть успешен в реальности, и тогда ему легче быть успешным в компьютере. Это если игры, да, некоторые дети сидят в компьютере, они там программы пишут, и потом деньги на этом зарабатывают. Если это именно вот виртуальная реальность в формате игр разных, да, то это вот уход. Это там очень понятно, как добиться успеха. Там все очень четко. Иногда успех гарантирован при каких-то определенных действиях. И это очень манит, потому что мир наш реальный, особенно в последние, там, не знаю, годы, месяцы, да, он очень непредсказуемый и в этом месте очень опасный. И от этой опасности у детей, у подростков есть соблазн уходить в виртуальность. Каким вопросом нужно задаться здесь? Чего ребенок сторонится и боится в реальности? От чего он уходит? Понятно, куда он уходит, да, от чего он уходит? Что для него тяжело? Какой, может быть, его вектор или потребность встречает препятствие, когда он пытается его реализовать в реальном мире? Чего он боится в реальном мире? Это может быть явный страх, да, когда ребенок там может сказать, да, я боюсь вот так, неудачи, того сего, осуждения, плохой оценки. Это может быть скрытый страх, который ребенок не осознает. Но чаще всего для меня это какой-то вариант страха. И от этого страха дети уходят в виртуальность. Я дам на тренинг упражнение, чтобы можно было понять, чего этот страх, если ребенок страх не обозначает. Если вы спрашиваете, что ты боишься, вот, да, иди там, занимайся жизнью, живел, он скажет, я ничего не боюсь, мне просто это интересно. Это обманка. Не верьте никогда утверждением, что в компьютере интересно. Там правда интересно, то есть не в этом обман. Но интерес того, что в компьютере, не является правдивым и основным поводом, почему ребенок уходит в компьютер. Потому что в жизни много тоже интересного. Реальный повод это вот избегание того, что есть в жизни. И очень важно понять, чего ребенок избегает. Поэтому с этим будем разбираться. А вот когда вы разобрались с тем, чего ребенок избегает, тогда уже вопрос, а как его к этому месту приблизить, как ему помочь вот в этой жизни адаптироваться. И уже последний вопрос, это вот то, что здесь внизу написано. А как помочь закончить школу, образование и построить успешную взрослую жизнь. Пока из этой точки никак. Пока ребенок туда даже не смотрит. Он не смотрит на реальную жизнь. Поэтому вопросы про образование, успешную жизнь сейчас не стоят. Это вопрос завтрашнего дня. Сегодня нужно с другого начинать. А может быть у ребенка есть какая-то тяжесть его, не знаю, там собственной жизни в семье. Еще что-то, что он несет на себе тяжелое. И для него вот уход в виртуальность это освобождение от тяжелого. Но это про то же самое исследование. Ирина, Москва. Ребенок, анальник коричневый, 13 лет. Очень ленивый и бездеятельный. Как его побудить к действиям, саморазвитию, движению? Для меня в этом есть разрыв. Когда я читаю, что ребенок коричневый, но ленивый и бездеятельный. Или это жесткое непринятие коричневого вектора. И тогда здесь, ну вот здесь как раз да, мы смотрим в одну сторону. Думаю так, что случилось с ребенком, как ему принять его коричневый вектор. Или это вообще не про то. И он ленивый и бездеятельный там по другому вектору. Кто ленивый и бездеятельный? Желтые оральники, уритральники, когда их обломали или забили. Но у них там стадия бездеятельности. Поэтому посмотрите хотя бы в слое векторном, про что это. Если это не анальный невроз глубокий. Про какой это вектор. Если смотреть на другие слои, то это страх. Не бывает лени и бездеятельности такой вот просто так. Это страх неудачи, это страх порицания, страх оценки, еще чего-то. И этот страх нужно искать и выявлять. А потом уже вы переходите ко второму вопросу, который здесь написано внизу. Как поводить к действиям. Пока побуждать рано, пока ребенку не оттолкнуться. Как научить ребенка прыгать высоко. Ему нужно для начала встать на жесткую поверхность. Если он стоит на мягкой поверхности, то он проваливается в нее. Вот пока ваш ребенок проваливается. Поэтому пока у вас нет шанса ему помочь прыгать высоко. Нужно сначала, чтобы у него укрепилось то, на чем он стоит. А потом уже действовать дальше. Юлия Коловна. Ребенок с диагнозом СДВГ. Это называется синдром дефицита внимания и гиперактивности. Уритральная такая штука. Как понять это проявление красного, оранжевого или какого-то еще вектора? Как справиться с этой чрезмерной гиперактивностью? Значит, это проявление чаще всего красного вектора, не оранжевого. Но я бы сказал, что через красный вектор в данном случае проявляется какая-то другая проблема. Какое-то глубинное напряжение. С ним нужно разбираться и искать его. Опять же, прежде чем задаваться вопросом, который здесь второй внизу. Но, на вскидку, это может быть задавленный красный вектор. И тогда мы работаем с его реализацией, с его принятием, с поиском вариантов, где ребенок может вот это вот все, значит, свое реализовать. Это может быть напряжение, которое есть у родителей. И родители его не реализуют. Это напряжение с ним не работает. Оно внутри у них запрятано. И ребенок, как тонкое место в этом воздушном шарике, он от напряжения проявляет. Это может быть тяжесть напряжения, идущее из системы родовой. И если родители это не несут на себе, если они на это не смотрят, если они про это ничего не знают, явно не знают или это, тайно не знают, то ребенок это может нести на себе. И вот это все создает вот эти вот очаги напряжения, то есть то, что должно быть разряжено, и это разряжается через красный вектор. Поэтому найти источник, здесь очень важно, источник напряжения. От того, что вы закроете чайнику свисток, ну чё, чайник пролет в другом месте. Поэтому нужно искать источник. Когда вы источник найдете, будет понятно, что с этим делать. И потом уже вы думаете, как справляться с этим. Но очень часто, когда вы находите источник и меняете какое-то свое отношение, то у ребенка симптомы сглаживаются. И на тренинге, чем он, кстати, для многих родителей тяжел, я буду говорить о том, что могут сделать родители сами по себе, в своем сознании, в своих каких-то взаимоотношениях с миром, чтобы у ребенка что-то изменилось без прямого воздействия на ребенка. Мы очень многое можем изменить в состоянии детей, в поведении детей, просто состыковавшись нашим разумом с другими частями себя и нашей системы. Это задача нас, взрослых. И мы будем это очень подробно обсуждать и в упражнениях, и в теории, как мы это стыкуем, на что мы смотрим, как мы диагностируем, как мы эти вещи стыкуем. Светлана, Тель-Авив. Сын 10 лет, очень эмоциональный. В школе получает оценки контрольных тестов намного ниже реальных значений. В день сдачи тестов впадает ступор или, наоборот, становится нервно-активный, тревожный. Проблемы с концентрацией внимания нет. Как помочь ему справиться с такими состояниями? Посмотреть, давайте сначала на векторы. Что это за вектор? Почему эмоциональный? Есть ли у ребенка возможность свою эмоциональность где-то в жизни, в адекватных местах реализовывать, выражать и тратить? Или это у него как-то заблокировано? Есть ли у него опыт, позитивный опыт, где он вот эти эмоции выражает, и это принимается родителями хотя бы. Это мы решаем задачку выхода эмоций. Дальше. Идеальный вариант, когда ребенок, даже взрослый в похожей ситуации, эмоциональный, но не впадает в ступор. Помочь ребенку жить с его эмоциями могут родители. Но это надо понимать, что это за эмоции с какого-то вектора. Чтобы он в них был, чтобы он их чувствовал, чтобы он их осознавал, и чтобы это не вводило его в ступор. Тогда при всех этих эмоциях ребенок продуктивен на тестах контрольников жизни. Это взрослых на самом деле проблема. Мы с вами также здесь действуем. Это не про ребенка вопрос, а это про нас взрослых. У нас очень часто наши эмоции мешают нам решать какие-то задачи. И я всегда противник того, чтобы сдерживать эмоции. Наоборот, я считаю, что эмоции надо выражать вообще по полной. Но есть свои фишки, как разделить эмоции и нашу продуктивность. И это определенные упражнения, некий навык. Поэтому, Светлана, для начала понимание, какие векторы за этим стоят. Затем понимание, что препятствует выражению эмоций. Может быть, от родителей есть какой-то блок, может быть, еще что-то. Если у ребенка опыт, что он видел, как родители выражают свои эмоции, и все при этом хорошо и в порядке. Вот про эти вещи. А потом уже мы задаемся вопросом, когда понимаем про эти все источники, как ребенка с учетом его векторов научить с этими эмоциями быть и жить. Ну, я там дам фару фишек каких-нибудь. Анна Ярославль. У нас, кстати, вопросы, эти уже подходят к концу. Моему сыну 14 лет. В прошлом году у него обнаружили диабет первого типа. Луиза Хей определяет диабет как недостаток контроля. С контролем у меня действительно проблемы. Я стрелец оранжевый, муж скорпион, фиолетовый-зеленый. Сын рыба синий. Болезнь неизлечимая. Надеюсь, пока. Но улучшить можно. Смотрите как. Я не против Луизы Хейн. И даже за. Но вот по опыту работы последней моей 10 лет, я на эти вещи смотрю немножечко по-другому. Примерно 90% случаев эндокринных заболеваний диабета прежде всего имеет корни в системном родовом слое. И к лечению я бы подходил через это место. Понятно, что диабет он относительно неизлечимый. Когда-то начавшись, уже человек абсолютно здоровым не станет. Но диабетики живут настолько разной жизнью. И работая вот в системном слое, в родовом слое, родителям, они это только могут делать за ребенка. Вы можете свести этот диабет к такому минимуму проявлений, что как будто бы ребенок здоров. И дальше он сможет жизнь свою поддерживать. Поэтому здесь нужна прежде всего диагностика глубинной причины. Не эндокринной причины. Не там какого-то срыва. Понятно, что если есть предисположенность явная, но очень явная, то можно сорвать это и питанием, и стрессом, и чем угодно еще. И вообще вот непонятно чем. Но эндокринология вся очень заглязна на наши системные родовые вещи. И их нужно смотреть и изучать. И у нас будет упражнение на диагностику этих вещей. То, что можете сделать сами, без врачей, без психологов. Просто вот родители могут продиагностировать, с чем связана глубинная причина какого-то состояния ребенка. А дальше уже будем обсуждать, что мы с этим делаем. Потому что там разные пути есть. Улучшить можно. Да, болезнь неизлечимая. Улучшить можно однозначно. И это могут сделать родители. Это не про медицину. У нее в этом месте своя цель, своя задача. Людмила, Санкт-Петербург. Хотелось бы получить ваш совет. Ученик за мат на уроке был удален из класса со словами. Может сюда больше не приходить. Теперь каникулы. Извинений не последовало. Впереди учебный год. Как быть? Вопрос конкретный, но для меня принципиальный. Не могу не пустить, не не пустить. Я так понимаю, что Людмила учитель, наверное, из этого вопроса. Ну, мне тоже хочется спросить, а чего за этим стояло? Да, этот мат ребенка, это было, что он случайно какое-то слово проговорил, забыв, что он находится в классе. Или это была потребность спровоцировать учителя на какую-то реакцию. Или это была потребность свой статус обозначить, что я вот могу такие вещи в классе говорить, и мне ничего не будет. Поэтому тут вот важен-то не сам факт, а важно, что за этим стояло. Если есть шанс это понять, иногда есть шанс посмотреть, догадаться. И из этого дальше можно действовать. Если случайно оброгин, это одно, если хотел статус показать, другое. Провокация тоже третье, как вестись на это. Но вопрос здесь стоит ведь другой, да, не могу не пустить, не пустить, и как действовать? Такая классическая задача для разрешения противоречия. Мы тоже, у нас будет целая методика на тренинге, как мы разрешаем противоречия между векторами ребенка, родителей и прочее. Значит, когда есть противоречия, не пустить и пустить, надо сделать и то, и другое одновременно. Не пустить нельзя, потому что, ну, не принято решение в школе, что ребенка выгоняют, да, поэтому ребенок в классе будет присутствовать. Но не пустить его в какую-то зону, невидимую зону, которую учитель выстраивает своим отношением, можно. То есть, вы, как учитель, его пускаете в класс, потому что никто не сдал указ об его отчислении или еще о чем-то. Но вы, как учитель, как человек, который находится в неком контакте с ребенком, вы его не пускаете в какую-то свою зону, в которую других пускаете. И дети это хорошо чувствуют. Это вам нужно так вот внутри себя это создать состояние. И, с одной стороны, вы реализуете и то, и другое, да, для вас решено противоречие. С другой стороны, вы это противоречие поселяете у ребенка. Он как бы пущен в класс, но он не пущен в некое сообщество. Сообщество, которое есть, ну, скажем так, которое внутри себя строит учитель, которое учитель строит в классе. Это не конкретные действия. Это не то, что нужно сказать, там, Вася, сядь в дальний угол, значит, вот, и приведи линию, что ты не с нами. Это внутри, это в отношениях. Лучше вообще действий не было. Но дети это очень хорошо чувствуют. Тогда у него внутри есть это противоречие, что он как бы внешне в системе, а внутренне он исключен. И тогда начинается у ребенка удивительный процесс движения какого-то внутри роста. Как он будет происходить, не знаю, но потом спишемся, выясним, что делать дальше. Но пока вот для меня такой интересный вариант. Требе забудет весь конфликт. Если был конфликт реальный, не забудет. Если это так мимо прошло, то и все. Поэтому, если никто внимания не обратил, он мог вообще забыть, что даже ситуации-то не было. Так что конфликт не забудет. У детей хорошо спамят, на самом деле, помнят больше нас. Екатерина, Санкт-Петербург. Расскажите, пожалуйста, про меры воздействия или наказания для ребенка каждого вектора. Не расскажу сейчас, потому что меры воздействия много. Про наказание вообще, наверное, отдельный разговор. Тут про каждое можно рассказывать по полчаса. У нас это есть в формате тренинга предстоящего. Поэтому там много всего будет интересного. Сейчас, как я расскажу. Даже по одному предложению про каждого, и то получится очень много. Ольга Неминомыск. Как я могу помочь сыну улучшить почерк? Ему 10 лет, приоритетной руки нет. Доски может и правой рукой писать, но в тетради пишет левой рукой и сжимает руку в кулак. От этого почерк такой корявый получается. Дальше. В школе нагрузка будет только больше. Как помочь? Ольга, помочь прежде всего снижением напряжения. Я в этом вопросе вижу не проблему, что ребенок пишет там одной рукой или другой. А у ребенка есть напряжение. Связан ли он только с вот этой вот его многорукостью, не знаю. Но я думаю, что оно связано с чем-то другим. Оно изначально идет. Если ребенка нормально сопровождают родители и учителя в том, что он такой вот амбидекстра, двухручный, то нет никакого напряжения. То, о чем вы пишете, это просто проявление. Это один из симптомов. Поэтому задайтесь вопросом, есть ли это напряжение, откуда оно идет. И понятно, что когда будет нагрузка возрастать в школе, напряжение будет еще больше. И лучше с этим работать сейчас. Поэтому этот вопрос не про руку. И почерк корявый получается у деток, которые напряжены. Да, коряво пишут красные детки, курицы лапы пишут черные детки. Но это так вот стиль. А так вот в принципе сжимание руки в кулак, какие другие признаки, это просто про психологическое напряжение, которое существует. Ну и давайте сейчас вопросы больше я не принимаю. Но на некоторые, которые в чате поступили, я сейчас немножечко отвечу. Ну, коли обещал, да? То есть если я обману, кто же мне потом верить будет? Но отвечу только на те, которые пришли в конце, потому что я просил в серединке вопросы не задавать. У меня ребенок за год трижды переболел воспаянием легких. Семь лет, пишет Евгения. Ну вот, да, бывает такое. У меня когда-то в большом стрессе сын тоже с пневмонией постоянно лежал. Но это всякое не имеет отношения к микробам, простудам и так далее. Это напряжение. Когда мы говорим про болезни легких, это вообще про некий символ трудно дышать. Вот что такое трудно дышать? Когда ребенку трудно дышать? Когда сложные отношения у родителей, когда они на своем месте находятся. Иногда когда рождается ребенок младший в семье, то старшему трудно дышать и так далее. Вот поищите символ такой, что может к этому стрессу символически приводить. Может быть оно будет тогда прозрачнее. Что-то сделать во время проявления стресса или в ремиссии? Елена спрашивает. Можно сделать и во время проявления стресса? Это одни вещи, в ремиссии другие вещи. Если у мальчика НРС, говорит ли это, что не принят уритральный вектор? Ольга спрашивает. Да, говорит однозначно. Всегда работаем с уритральным неврозом, когда у ребенка НРС. Иногда, может быть, в остальном не проявляется непринятие, а только в этом. Как наполнять зрительные и кожные векторы у девочки в раннем возрасте, 5 и 2,5? Ну, кожные, понятно, кожными удовольствиями самые разные, а зрительные, зрелищами, комфортной обстановкой вокруг. В книге, на самом деле, есть целый блок про зрительный вектор у детей и как обустраивать. Посмотрите в книжке, по-моему, даже в бесплатной есть про зрительных. Ребенок дошкольного возраста писает в разных местах квартиры, но потом с гордостью показывает на результат деятельности, явно хвастаясь. А за это даже наказать нельзя, так как ребенок поделился секретом. Это указывает на уритральность. Да, указывает на уритральность, не только на пометку территории, но уритральную свободу указывает на еще какие-то вещи. Да. Нужно попробовать ребенка положить как в рикмахерской. А, это про мытье головы. Ну, попробуйте. Так, про связь ответил. Ребенок 10 лет никогда не доводит ничего до конца, бросает секции, при этом важно быть единственным в своем роде. Как его мотивировать на результат достижения? Это про красный вектор. Мотивируйте его как красного. Мы про это говорили немножко, про это есть чуть-чуть в книге, про это будет на тренинге. А по поводу того, что он бросает секции и прочее, это нужно родителям просто к этому привыкнуть. Как делать, чтобы он это бросал меньше? Ну, есть у нас такой алгоритм, мы его разберем подробнее. Дислексия у ребенка, трудности с восприятием печатного текста. Это травма в каком векторе? Это может быть травма в коричневом векторе, но я бы здесь в вектора вообще не лез. Я бы здесь смотрел какие-то системные нарушения про восприятие текста. У меня есть сейчас идеи какие-то, но я сейчас не буду их транжирить. Это про системный слой, это из другого берется. Это через вектор только проявляется. Поэтому не увлекайтесь майя вектором в данном случае. Наказание без наказания самое лучшее. Да. В предыдущем вопросе с матом мне понравилось. Ну, да, да, есть там. Надо у ребенка некое противоречие посадить. Что скажете про домашнее обучение? Есть дети, для которых домашнее обучение подходит, есть для кого не подходит. Для оранжевого, вот тут двояка. Видите, если оранжевый ребенок, у него уже есть некий стержень, дисциплина собственная, это бывает в разном возрасте, то подходит тогда. Если у него пока нету, то ему нужно ставить внешние рамки. А в домашнем обучении внешние рамки поставить сложно. Поэтому тут с оранжевым тоже так. Бывает так или сяк. Здесь вопрос в том, что оранжевый ребенок, нуждающийся в рамках, он уже дозрел до собственных рамок или не дозрел. И тогда это влияет на домашнее обучение. Ручкой, полуторагодовалый ребенок, ручкой часто теребит писюнчик. Это может быть как уритральный вектор, так это может быть просто интерес ребенка к гениталиям, с вектором не связанный, не более того. Если ребенок рожает с гемангиомой, что делать? Спрашивает Карина. Что делать? Ну понятно, что здесь без врачей вы не обойдетесь. Но я посмотрел бы, какие еще факторы влияют на то, чтобы эта проблема была на минимальном уровне. То есть, не только на медицину, на врачей. Петровича Татьяна тоже была на тренинге. Ребенок два года почти не говорит. Старший заговорил рано. Что вы не посоветуете? Ребенок не говорит часто, когда есть в системе что-то, что нельзя говорить, что-то непроговоренное. Иногда в диагностике прямо указывается, что папа несет себе непроговоренное, или мама несет себе непроговоренное. И ребенок лоялен родителям, и он в этом месте, условно говоря, закрывает рот. Но это нужно поизучать, поиследовать, посмотреть, откуда идет. И бывает, после этого упражнения детки часто начинают проговариваться. Да, Екатерина, все минуты и последние 40, и предыдущие будут в записи. Но советую посмотреть, особенно последние 40 минут записи, сегодня до полуночи. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Мне кажется, вы поработали продуктивно. Я, заметьте, ответил на все вопросы, присланные до занятия. Я ответил на все вопросы, которые были в чате. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые будут у вас во время нашего ближайшего тренинга, который у нас начинается 15 июля. Спасибо всем. На тренинге можно что делать? Проговорить. Можно, конечно, что ж нельзя. Можно обязательно и будем делать. Да, спасибо, до встречи на тренинге. Спасибо, до встречи на других мероприятиях. Служба поддержки пользователей и заботы о клиентах сегодня для вас работает почти круглосуточно. Поэтому пишите, на все вопросы ответим. Поможем с оплатой, с выбором вариантов участия. И кто-то меня спрашивал про оплату единовременной. Ну, пишите ваш вопрос в службу заботы. Вам ответят, что может быть, какие варианты. Спасибо всем. До новых встреч. Удачи, хорошего дня, мира. У нас много было сегодня участников из Киева, из Украины. В общем, вам особенно. Мира, спокойствие и гармония. И пусть оно распространяется на всех, кто рядом с вами. Все. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует.